Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 марта и вот два дня назад пришел вопрос, на который я сегодня не могу не ответить. Яна Шиховцева пишет, два томата в одну лунку можно ли сразу в стакан высаживать или выращивать их отдельно, а потом... Короче, этот человек хочет впервые попробовать этот сорт, именно сейчас нужен ответ на вопрос, потом будет поздно, потому что она уже не знает, как их распекировать. Я сейчас подробно расскажу, отвечу, то есть, еще раз повторю, какие сорта, все ли можно высаживать, можно ли вместе высаживать длинные и короткие, ну то есть инденты и детерминатные, и можно ли высаживать сразу в стакан, и почему я так не делаю. Начнем все по порядку. У меня уже было много-много видео, все ли сорта можно. Я уже отвечала, что сорта по два томата в одну лунку можно посадить абсолютно все, но тут же я добавила, что я не рекомендую вот такие, как петруша, огородник, сибирская тройка. Я в теплице их посадила по два в одному, но там такие благоприятные условия, они так сильно разрастаются, но они, понимаете, как голубые ели, вот как натуральная елка, сильно раскустились, и мне не понравилось. Они начали занимать территорию, предназначенную для других томатов. И вот в теплице два томата в одну лунку больше я петрушу не стала выращивать, а на улице я его в прошлом году выращивала. Я единственное, что делаю расстояние чуть-чуть дальше друг от друга. Тут уже вот два сеянца в один стакан выращивать для петруши не подойдет. Он очень мощный, у него толстый ствол, у него мясистые вот эти пасынки. Если вы два пасынки, ну как, высадите вместе, ну им будет некомфортно, им будет очень тесно. Я между ними оставляю расстояние примерно 20 сантиметров, наверное. А подвязываю все равно к одному, ну как в круговую так делаю петлю, и к одному колу подвязываю. И получается такой один большой, такой толстый, кустистый, весь увешанный петрушами куст. Так, вот все сорта или нет. И еще у меня есть теоретические зимние видео, где я прямо со схемами, с рисунками показывала, что какие лучше всего. Конечно, удобнее всего выращивать два в одну лунку, когда вы в один стебель тянете его. Вот один ствол и другой ствол, их вместе соединяете. И получается то же самое, что мы ведем в два ствола один томат. Но только у нас на эти два ствола два мощнейших корня. То есть на двух корневых системах мы выращиваем как будто бы один томат в два ствола. Вот это вот одно из самых главных преимуществ, что у нас на двух стволах, или если вы оставляете по два, две корневых системы. Не знаю, можно ли их соединять вообще вместе, вот кто на шпалере выращивает. Я не скажу, у меня всегда коловая культура, вы видели, что у меня все к колышкам. И только поэтому я не высаживаю вот сейчас при пикировке томаты два в один стаканчик. Потому что, ну чисто по техническим причинам, мне между ними нужно будет воткнуть потом кол. Поэтому вот для открытого грунта я выращиваю каждый в отдельном стаканчике. Потом высаживаю на расстоянии, ну хотя бы 10-15 сантиметров. Чтобы сразу при высадке воткнуть кол. И каждый кустик к этому колу привязываю. Когда спрашивается причина, зачем люди высаживают два томата в одну лунку. Ну конечно, первая причина это экономия места. Не у всех у нас такие просторные, огромные участки. Вот у меня 6-7 соток, я даже не знаю сейчас вот с учетом, что заняли гаражом баней, сколько чисто земли. Но очень-очень мало. А так как я люблю много сортов разных, охота и перец, и томаты, и там что-то какие-то, крошечные кусочки, цветочки. Конечно, это большая экономия. Даже, смотрите, даже если вы высадите то же самое количество корней, ну как, не увеличите поголовье. Вот те же 200 и высадите. Просто у вас немножко шире могут быть дорожки. Просто освободится какой-то вот этот краешек, где можно какой-то салат посеять, зелень. Ну конечно, экономия места, это первая причина. Вторая причина, как я вот уже говорила, что две корневых системы. Если, смотрите, еще одну причину сейчас назову, которая, ну созвучна с этой же корневой системой. Если у вас короткое лето и холодный, например, такой климат, что не вызревают, как у некоторых, там по 5-6 кистей. Вот 2-3 кисти от силы и все. Все. Высаживаем 2 томата в одну лунку. Оставляем на каждом 2 первых кисти. Остальное можно делать обрезку. Раннюю не ждать до августа или когда-то. И тогда вы получите то же самое количество томатов, как на одном кусте в одном лунке. Но у вас будет 2 корневых системы. У вас будут вот эти кисти самые крупные, нижние. Они успеют вызреть и вы получите то же самое количество томатов, но только спелые и в более ранние сроки, чем вот те, которые вы ждали бы. Третью, там четвертую кисть. Ну поняли принцип, да? Некоторые для этого выращивают. Также вот для получения раннего урожая. Я хочу в этом году в теплице попробовать все-таки, оставляя 2 кисти, вверх обрезать. Обрезать, вот буду садить 2 томата, по 2 кисти оставляю и все. И первый урожай, он будет за счет этого пораньше, потому что на верхушку там уже не тратится силы, вот это вот питательные вещества. И они будут только крупные. Вот первый урожай будет самый отборный. Потом что я еще хотела сказать. А, спрашивают очень часто, можно ли индотерминатный длинный и вот эти коротыши садить. Я сразу скажу, ни разу не пробовала, но есть много комментариев, которые говорят. Я вот сажу, например, длинный-длинный 2-метровый и впар к нему саньку 50-сантиметровый или любой 40-сантиметровый. Что этот в первую очередь спеет, пока длинный у нас растет, этот уже созрел для раннего урожая. Потом этот вот вы использовали, его можно в конце лета просто убрать и в то время, когда созревает вот этот вот лионовидный 2-метровый, то уже место освободится и он останется один. Можно и так попробовать, но я сразу скажу, я не пробовала. Еще какие вопросы. Ну и вот про 2 томата в одну. Смотрите, я сейчас, я вам сейчас сразу покажу. Вот здесь томаты, чтобы вы не путались, я говорю, у меня сибирский регион, теплицы неотапливаемые и нормальный посев для теплиц у меня вот этот вот. Вот. А это чисто, это для получения супер раннего урожая, вот эти вот, вот эти. Эти, я как говорю, что эти я сею на свой страх и риск, это моя прихоть, ради которых я готова лишние хлопоты, лишние перевалки. Вот сейчас буду в один, потом в другой объем переваливать, потом еще в ведерочко. Нормальные посевы у меня вот эти, так что не надо задавать вопросы, зачем такие большие. Вот эти такие большие просто потому, что я так хочу. Все. Вот это супер ранний урожай. Я его буду высаживать по 2 томата в одну лунку, поэтому я сейчас сразу решаю, если бы мне их можно было 2 в стакан, я бы их при пикировке, конечно, туда засунула. Но, так как я их не высаживаю в одном стакане, но я говорю, что многие сразу в один стакан. Я вот сейчас вот эти буду пикировать в такой стаканчик, чисто для того, чтобы их разрядить и чтобы заглубить. Вот теперь я эти семидольки, которые не убирала, я убираю и буду закапывать прям до настоящего листа. Все. Они у меня будут по одной в стаканчике. Потом, когда пройдет какое-то время, и я увижу, что им этого места мало, то есть, когда корневая система охватит весь этот вот объем стаканчика, я буду пересаживать их еще раз, ну, переваливать. Короче, просто или вот в такой объем, или сразу вот в такое ведерко. Вот здесь я уже буду думать. Тот человек, который, например, вот кто выращивает два в одном стакане, вот на этом этапе он уже может посадить два в стакан. А я могу посадить два в один стакан только вот на этапе вот этого пятилитрового ведерка. В прошлом году самые первые, которые в баклушах, я после таких стаканов, вот когда они у меня посидели в таком стакане, я пересаживала в пятилитровую елкость сразу два, в одну большую баклушу. Но я пересаживаю только когда большой объем. То есть, на таком расстоянии, чтобы можно было посадить, чтобы между ними меньше вошел кол. Вот, моя причина такая, что раз у меня там должен быть кол, в такой стакан я не могу два посадить. Вы понимаете, что они там до того, корни переплетутся, что никакой кол я не воткну. Но если вы как-то выращивать будете на шпалере, не знаю, как это делается, возможно, можно и в один стакан. Я видела видео, в котором женщина показывает, она сначала в стакан вместе высаживает, потом в бедро вместе пересаживает. Так что это способ не запрещенный никакой. И вообще в огороде нет запрещенных способов. Как хотите, так и садите, высаживайте, если вам удобно. Но я вот рассказала про кол, что в случае с колиями будет не очень удобно их подвязывать. Поэтому я сначала сейчас сюда их, потом сюда, длительный процесс, потом туда. Но вот это вот, те, над которыми я вот так много буду хлопотать, это чисто для раннего урожая. Я хочу, чтобы или конец мая, или начало июня, ну вот как в прошлом году, чтобы в теплице у меня в Сибири уже висели красные томаты. Я еще раз повторю, что это очень классно, когда люди только вот у нас после 10 июня высаживают свою рассаду в открытый грунт. Мы спелые уже кушаем. Все, девочек, с праздником, с 8 марта. Сейчас ко мне внук приедет, будем с ним пикировать петунию. Субтитры сделал DimaTorzok